Девушки отдыхают Леонид Старков с прогнозом погоды Наконец-то мы с вами познакомимся И вот тем программы, я обращаюсь уже к нашим слушателям Как метеорологи прогнозируют погоду И почему некоторые прогнозы не сбываются Вот я от ваших коллег Слышал в свое время Еще, по-моему, когда мне было лет так 15 Может быть, чуть старше Что погода меняется каждые 20 километров Это правда? Я вам скажу больше Она меняется каждые 5 метров Каждые 5 метров? И каждые 5 секунд Тогда что называется прогнозом погоды? А что такое погода? Да, это хороший вопрос Мы выходим на улицу Или мы смотрим сейчас из студии прямого эфира И что мы там наблюдаем? Пасмурно, по-моему, в столице Я слепой не вижу Может быть, там солнце какое-то наблюдается Но явно осень И отталкиваясь от времени года Мы там что-то пытаемся себе представить В части прогноза погоды Да, где-то это так Но есть еще один вопрос О чем погода отличается от климата? Давайте на все эти вопросы ответим Погода Это совокупность метеорологических параметров Которая наблюдается в данное время В данном месте Понятно, что погода Она непрерывно меняется Поскольку атмосфера Это хаотическая среда Находящаяся в непрерывном движении Климат Это погода в данном месте В данное время Совокупность метеорологических параметров Но осредненная за большой промежуток времени Как правило, это 30 лет Ох, ничего себе Поэтому погода Постоянно, непрерывно меняется А климат Это уже более Постоянная величина Практически константа Тем не менее Климат тоже подвержен Естественным колебаниям А что влияет на эти изменения? Какие факторы? Я вот, кстати, вспомнил Опять свое детство Был такой замечательный предмет По-моему, природоведение он назывался И мы вели дневники Там что-то мы записывали Температура Наблюдение за природой Вот что-то такое Да-да-да-да-да-да-да Значит, там температура Направление ветра Осадки Я не знаю, для чего Вот до сих пор Для меня это загадка Для чего Нас этому приучали, что ли Вести эти дневники Да Юрий Ну Я знаю, что вы, метеорологи Действительно ведете Подобную статистику И периодически мы слышим Сегодня был побит Очередной рекорд Там За последние 50 лет Ну вот вы, собственно, и ответили На свой вопрос В части, касающийся Не, ну это непонятно Вы профессионал этим занимаетесь А вот для чего Мы этим занимались Школьники Для меня это до сих пор Так и непонятно Я тебе ремарочку скажу Один мой знакомый Вернулся из Беларуси Где прошли выборы И он говорит Едешь так по Минску А там тебе говорят Если вы потерялись в лесу Туда ждитесь Пока полетят птицы Они летят на юг К слову О наблюдениях Чтобы в лесу В южном направлении Чтобы в лесу По птицам Не заблудиться Ну видите ли Ведь мы все Немного журналисты Мы все Немного метеорологи И, собственно Знания в этой области Позволяют нам Таковыми быть Я не претендую Метеорологом Имея определенные навыки Ну определенные знания Хотя бы В пределах курса Природоведения Школы Ну можно Каким-то образом Уже Наблюдать за погодой Можно даже Почувствовать себя В роли Метеоролога Прогнозиста Составить прогноз Ну мне кажется Это такой дилетантский Будет прогноз Подождите Научите Юрия Делать прогноз Правильно Как вот не спрогнозировать Что ожидает нас там Завтра Или послезавтра Неужели я могу Это сделать Юрий Ну если Пристально наблюдать За погодой Вести наблюдение Непрерывно И искренне Интересоваться этим Хотеть этого Прежде всего То это возможно Да То даже не обладая Там Большим количеством знаний И не имея Среди знакомых Метеорологов Ну наверное Можно Ну давайте Определим эти реперные точки Вот сегодняшний день Да И как вот От него отталкиваться Я не знаю Мария Открой прогноз погоды Что у нас там говорят Я сейчас Гесметио открою Ведущим метеорологом Которого является Леонид Старков И собственно Отталкиваясь От этих данных Да я могу Что-то спрогнозировать Или как В принципе На сайтах В том числе И на сайте Гесметио Представлен детализированный Подробный Прогноз погоды С шагом Три часа На большой Промежуток времени По крайней мере Пять-семь суток Которые являются Периодом достоверного Прогноза Они очень Правильно Описывают Будущее состояние Атмосферы И дают Его интерпретацию Этого состояния Там представлен Набор Метеорологических Параметров Начиная от Облачности Явления погоды Которые могут Ну в части осадков Конечно там не указано Облачность Осадки Осадки Температура Что нас прежде всего Интересует Состояние ветра Атмосферное давление Ну и еще Представлены Эффективные температуры Причем Представлены Различные формы Представления Это может быть Табличная форма Это может быть График Это могут быть Гистограммы И так далее Для тех Кто интересуется Более предметно Метеорологией Там есть карты погоды Без карт погоды В метеорологии Никуда К этому мы еще Подойдем Там есть Интересный продукт Появившийся Не так давно Как радарная карта В бета версии В бета версии Есть радарная карта Где На местности На местности В движении То есть Это анимационная карта Наносится Сигнал радиоэхо От радаров И чем Ярче этот сигнал Тем более Серьезным Является Та погодная система Которая перемещается Вот в непосредственной Близости от Москвы Причем Там достаточно Высокая детализация Как по Времени Так и по пространству То есть В принципе Наблюдая за этой картой Можно Составить Прогноз На ближайшие минуты Ближайшие часы Где будет происходить Вот то или иное Явление 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 Какие Это облачность Да Это облачность Это осадки Причем Интенсивность осадков И Самое важное Что В какое время Оно подойдет В это место То есть Вы примерно Представляете Где Находится На карте Москвы Ваш район Наблюдая За этой картой Вы можете Спрогнозировать Если Выходя из дома 18 часов Попаду ли я Вот Под эту погодную систему Или нет Пройдет ли дождь Уже В этот момент Что-то мне Капнет на голову Или только начнется А ведь на самом деле Это так Я живу На западе Москвы Да И приезжая Сюда На север Москвы Я порой Ощущаю Прохладу Определенную Я спрятал Думал Что мне это кажется Нет Потом мне Ваши же коллеги Сказали Действительно Погода Вот в таком Огромном Гигантском Мегаполисе Она зависит От района Она сильно Отличается Безусловно Сильно отличается Сильно отличается И по широтности И по районированию Тут Ну даже Если бы не было Такого крупного Мегаполиса На такой площади Погода Безусловно Отличается Мегаполис Накладывает Свои отпечатки А если говорить О метеостанциях Какое количество Метеостанций Сейчас в Москве Как они расположены Друг от друга Насколько близко Далеко Чтобы четко Хороший вопрос Ну давайте Наверное Все таки начнем Подойдем К главной теме Да Как вот Составляется Прогноз погоды И какие И как вы ошибаетесь Нам же всегда Это же Всегда говорят Метеорологи Как саперы Только саперы Ошибаются А метеорологи К сожалению Вас не интересует Как мы правильно Предсказываем Как мы правильно Прогнозируем погоду Меня Леонид Леонид Это исключительно Журналистский интерес Знаете Я больше могу сказать Отдельные телеканалы Это так вот просто Ремарка Это не претензия Кстати не к метеорологам А именно к коллегам Журналистам Допустим я наблюдаю В конце выпуска Информационного Прогноз погоды Ну сейчас красивые А бывают Нет статичные Такие Просто воспроизводятся И меня потрясает На одном из телеканалов За эфиром Вам скажу Значит идет прогноз погоды Причем с советской музыкой Историей нашего детства И допустим Республика Саха-Якутия И дается цифровой показатель Температурного баланса Там минус 30 Минус 30 Минус 32 градуса Я знаю что такое Республика Саха-Якутия Какая это территория Вот когда я вижу 30-32 градуса Меня аж подбрасывает Это где? Это в Якутске Это Южная Якутия Это Западная Якутия Или это Северо-Восток Якутии Ну еще раз подчеркиваю Это не к вам претензия А к тем кто пытается Транслировать прогноз Все правильно Юрий Это форма представления Еще раз один из Собственно Один из Один из факторов того Почему в обществе Складывается Может быть не всегда Позитивное мнение О прогнозах погоды У этого телеканала Есть определенное Эфирное время И в него надо Уложить очень много Территория России Настолько большая А погода настолько разная Что выхватываются Отдельные какие-то моменты Которые подаются За чистую монету Понятно что Обществу Потребителю Этой информации Надо правильно ее интерпретировать Вот вы правильно Интерпретируете А кто-то не задумывается Над этим И Зная опять же Какая погода бывает В Якутии Да какие 32 Там 50 Ну правда 32 это в Якутске А 50 в Аймиконе А между Аймикутском И Аймиконом 600-700 километров А в Нерингре может быть Ноль Абсолютно верно Да Итак Прогноз погоды Смотрите В древние времена Когда метеорология Еще не состоялась Как наука Быть людей Очень зависел От погодных условий Сельское хозяйство Собирательство Там и прочее Люди пытались Каким-то образом Все-таки Вывести зависимости Статистические зависимости Как-то прогнозировать Погоду Как-то Обезопасить себя От стихийных явлений Погоды И начали наблюдать Начали наблюдать И вывели Какие-то Статистические зависимости Которые Трансформировались В приметы Так Вот эти приметы Они настолько укоренились В обществе Что до сих пор живут Но на самом деле С прогностической точки зрения Ничего особого Из себя не представляют Есть так называемые Календарные приметы К примеру Один из наблюдательных людей Заметил Что Если на Агафью Идет дождь То на Тихона Который бывает Через 7 дней Бывает ведра Ведра по-старорусски Это ясная погода Ведра по-старорусски Это ясная погода Ведра, да Так, записываем Внимательно слушаем Серебряные слушатели Серебряного дождя Это же отличный вопрос Который рано или поздно У нас появится в эфире Ведра Старорусские Это ясная погода А, это хорошо, кстати Я вообще не филолог, Юрий Я могу ошибиться, но вот Нет, нет, нет Мы фиксируем Это Подождите Мы зададим вопрос Как что среди метеорологов Обозначает Ведра Мы умеем формулировать Так, итак Находятся зависимости Да Статистические зависимости Но любопытно Что один из наблюдателей Выявил такую зависимость В принципе Она имеет под собой Физическую основу Потому что Существуют Естественно Синаптические периоды Определяемые Периодом жизни Одного атмосферного Образования Одного крупного Циклона Или среднестатистического Антициклона В среднем Это около 5 дней 5-7 дней И таким образом Если вот Ну На определенную дату Был дождь То логично предположить Что через 5-7 дней Дождя не будет Просто эта погодная система Она рассыпется Придет другая погодная система Будет происходить Их чередование Другой же Наблюдатель Заметил Что допустим Опять же На эту Агафью Если солнце То на Тихона Бывает дождь И тоже это записал И таким образом Родились Две одинаковые приметы На эти даты Ровно противоположные Вопрос в том В один год Это было так В другой год Это было по другому Но это попало А существует еще То же самое В принципе И тогда получается Очень серьезная Серьезную важность Приобретает Долгосрочность Вот этих исследований Вот Долгосрочная Также статистическая зависимость Какая-то была выявлена В те годы Ну как вариант Там Жаркое лето Теплая зима Да В один год Это было так В другой Год по другому Опять же Где Как вы говорите Якутия 30 Страна очень большая И к какому Какому региону Какой территории Это отнести И Еще один вопрос Ну Подождите В один год Было так А в другой год По другому И где закономерность И где закономерность Ее нет А есть еще приметы Связанные Ну с непосредственными Наблюдениями За погодой И с живой природой Смотрите Чаще всего От непогоды Страдали мореплаватели Суда В то время Были не очень надежные И в общем-то Не могли противостоять Крепкой океанской стихии И Больше всего Как раз Вот Примет связан С мореплаванием Ну как вариант Они даже Такую На поэтичную форму Приобрели некоторые из них Если солнце Село в тучу Жди моряк Получишь бучу Если солнце Село в воду Жди хорошую погоду В принципе С точки зрения физики Все закономерно Солнце Садится на западе Погодные условия У нас движутся Запада на восток В силу Вращения земли И если Солнце Село в тучу То рано или поздно Эта туча придет Вопрос Когда В том-то и время И в какое место Судно движется Может туча В то время К тому времени Рассыпется А может Это серьезный шторм Сформировался И он на самом деле Приходит Или же наоборот Солнце село в воду Значит на западе Ясная погода Постепенно Эта ясная погода Придет Но через сколько И на сколько Большой вопрос И Приметы С живой природой Вот Низкоорганизованные существа Братья наши Меньшие Поскольку Еще больше Зависит от погоды Чем мы с вами Видимо Природа их наделила Каким-то Сенсорами Да Интуитивным механизмом Который может Ну что-то все-таки Чувствовать Дабы выжить В этой Агрессивной Не всегда Спокойной среде И наблюдая За муравьями За сурками За теми же Птицами Люди тоже Выявили Какие-то зависимости Ласточки летают Низко К дождю А ведь Все что летает В том числе И насекомые Они летают По среднему Атмосферному давлению То есть у них Есть сенсор Который определяет Высоту По атмосферному давлению Атмосферное давление Это не константа Постоянно Меняющаяся величина И атмосферное давление Постоянно меняется Кстати наши самолеты Тоже летают По среднему Атмосферному давлению Для того чтобы Эшелонироваться Между собой Но они же птицы Они же тоже птицы Вот таким образом Перед дождем Как правило Атмосферное давление Понижается И в принципе Вот та высота На которой они обычно летают Она становится Немножко ниже Проседает То что авиаторов Называются эшелоны Все правильно И соответственно Насекомые Жучки Там бабочки За которыми Мушки охотятся Ласточки Они начинают Летать ниже Охочущиеся Ласточки Соответственно Тоже начинают Летать более низко Ну это одна Из зависимостей Ну и не только ласточки Мне кажется Любые птицы Любые Они резко Понижают высоту Своего полета Абсолютно верно Да То же самое Можно сказать По ветру Ветер поднимается Столбом Из трубы Дым поднимается Столбом Из трубы Ветер штилевой Значит это К морозной погоде Логично То есть Уже пришел Антициклон В антициклоне Слабый ветер Антициклон Это крупное Обширное Атмосферное Образование Которое Определяет погоду Как правило Несколько дней Логично предположить Что еще Какое-то время Несколько дней Погода будет Стабильной Вы сказали Я так Дилетантским Создается впечатление Что здесь Практически Нет солнечных дней Очень много Пасмурной погоды Такой давящей погоды Некомфортной Особенно когда Ноябрь Приходит Некомфортной Этого города Географии Или какие-то Другие причины Потому что Даже если Ты на самолете Вылетаешь Из Москвы Из того же Домодедова Эшелон Выхода Самолета Очень такой Вертикальный Все мы летали Все мы знаем Из Москвы Понятно Что это связано И с движением Самолетов В московском Авиационном узле Молниеносный Выход на эшелон Буквально Ты пролетаешь Какой-то промежуток Времени В общем-то Погода Я опять подчеркиваю Леонид Там безоблачно Дальше Там безоблачно Вот что это Я отвечу на ваш вопрос Очень легко Все это физически Согласуется С месторасположением Данного района Это не только Характерно для Москвы Это для всей Центральной России Для всего Северо-Запада В холодное полугодие Поскольку в атмосфере Преобладает Западный перенос То влажный воздух Атлантики Распространяется На континент И рано или поздно Доходит до Москвы До центральной России До северо-западных Регионов страны Влажный воздух Смещаясь Над остывшимся Континентом Он охлаждается Та влага Которая в нем Имеется Она конденсируется В низкую облачность Туман В облачные поля Не всегда Эта облачность Приносит осадки Но тем не менее Той влаги Хватает для того Чтобы она закрывала небо Эта облачность Как правило Низкая Нижняя граница Ее 200-300 метров Вертикальная толщина Ее небольшая Тоже всего несколько Сотен метров Иногда десятков метров Она закрывает солнце Экранирует его от нас Ну самолет легко Точно толщина Минимальная Когда самолет поднимается Он очень быстро Преодолевает Он буквально За минуту Пересекает За несколько минут И все А дальше безоблачное небо В теплое полугодие Такого нет То есть география Чистая вода и география Физика и географические Особенности То есть география и физик То есть расположение Близость океана Огромного Все то же самое Справедливое Для Европы Но при этом Есть уникальная Такая ситуация Которую я наблюдал В Сибири Когда учился В Новосибирском университете Да Сибирь в нашем понимании Это достаточно суровый Это действительно суровый край Там вот это правило не работает Но Куда уже воздух Атлантики Не доходит Там Казахстан Я так понимаю Вот это центральная Азия Очень серьезно влияет Бывают ситуации Когда здесь в Москве Я утрирую Плюс 2 В Сибири Но если не 30 То за 20 Вот это как Это плюс или минус Плюс Плюсом В том то и дело То есть если бы был минус Это само собой разумеюще Все зависит от ситуации В атмосфере Складываются такие Определенные условия Когда С юго-западными потоками Выносится теплый Среднеазиатский воздух Все правильно И вуаля Потепление В Сибири При этом А вот по-моему Сейчас в Красноярске Плюс 18 Все правильно При этом в сопредельных регионах Да именно сейчас Вот такая ситуация сложилась В Красноярске было до плюс 20 В Новосибирске Плюс 15 Плюс 18 А в европейской части России У нас были заморозки Снег выпал То есть это влияние Одной крупной погодной системы Одной крупной атмосферной волны В Москве Получилась ее Ложбина Западная периферия А в Сибири Получился ее гребень То есть вот мы представляем Географию территории России Здесь поток движется С северо-запада Выравнивается над Казахстаном Средней Азии И дальше поднимается На Северо-восток К нам идет Заток холодного Арктического воздуха Туда вынос Теплого Среднеазиатского Между На стыке Этих Погодных систем На этих воздушных масс Образуется Атмосферный фронт Где сталкиваются Теплые и холодные Воздушные массы В результате Урал засыпало снегом Поэтому Екатеринбург И Челеменск Они постоянно Между Балансируют Одной крайностью И другой крайностью Действительно Вопросы К нам приходят Из всех Городов Вещания Серебряного дождя Есть вопрос Про Саратовскую аномалию Сергея Сергеевича Я предлагаю Поговорить Про Саратовскую аномалию Через несколько минут Там всегда жарко Я надеюсь Ой, сейчас Сергей Сергеевич Пояснит тебе Просто вот времени нет Чтобы отвечать Леонид Старков Ведущий метеоролог Гесметио Все, что вы хотели знать Про погоду Задавайте, пожалуйста Свои вопросы И покажи мне Еще этот фолиант Прекрасный Который мы разыграем Буквально через 6 минут Хочешь Слюньки сглотнуть Что едят Что едят Парижане Рецепты Французской столицы Эту книгу Мы разыграем Уже в 10.35 На первом Гуманитарном радио Радио Лектории Под серебряным дождем 10.35 В российской столице Продолжаем наше общение На первом Гуманитарном радио С Леонидом Старковым Ведущим метеорологом Гесметио И сегодня мы Говорим о прогнозе Погоды И почему Все-таки Некоторые прогнозы Не сбываются Ну и здесь Наши слушатели Присылают свои Многочисленные реплики От того Что завтра Покров Будет ли снег Или почему Вот раньше Точно в детстве В московском регионе Были солнечные зимы А теперь их нет А есть еще И выяснили В Саратове Вообще аномалия Вообще говорит Хочу поинтересоваться У гостя-метеоролога Почему в Саратове Существует Погодная аномалия Которая проявляется В том Что прогноз погоды Почти всегда Не поддается Прогнозу погоды Дальше чем на два дня Правы ли Сергей Сергеевич Есть ли какие-то Особенные Атмосферные Так и хочется сказать Фронтап профессиональный Над Саратовым На Средневолго Да Там уже кстати да Каждый город Любой населенный пункт Имеет свои Особенности Связанные С географией С характером Атмосферных процессов С определенным Типом циркуляции Типичным Для этой местности Поэтому у нас В принципе Каждый населенный пункт Имеет свой характерный Климат Он схож Между соседними районами Но значительно Различается Между удаленными В принципе Такой вопрос Наверное Справедливо Могут задать И жители Москвы И Санкт-Петербурга И Якутска И любого другого города А почему нет Вопрос в том Как интерпретировать Погодные Аномалии Погодные условия Наверное Для метеорологов Этот вопрос Не является актуальным Интересно Вот в стране Есть два таких Уникальных региона Они находятся В разных абсолютно точках Это Сочи И Владивосток Сочи Это субтропики Да Это единственный же Субтропический район На территории Российской Федерации А Владивосток Это уже давно Замечено Что Тот же Сентябрь Это не просто Бархатный сезон В Приморье Это самый лучший сезон Когда надо Посещать Владивосток Да И вот Приморские города Осень Все правильно Дальневосточная осень Самое замечательное время Из всего года Потом правда Там может подкрутить Хорошенько Потом резко зима наступает Буквально за одну ночь Это точно Я вот о чем хотел Вас еще Леонид спросить Вот смотрите Ну понятно Что есть определенные зависимости Есть исследования Да Долгосрочные Можно уловить Действительно Ну Какие-то нюансы Повторяющиеся Хотя Как вы уже неоднократно Отметили Все меняется Никакой статики В погоде Не бывает Да Да и в климате Как выясняется Тоже Он тоже Подвержен изменениям Но есть такие вот Страшные вещи Как Как торнадо Это проблема Для России Может быть не столь актуальна Но есть страны Которые просто подвержены И вроде Это очень Ну давайте Вечи называть Своими именами Я имею ввиду Конечно Соединенные Штаты Америки И развитая Мощнейшая экономика И вроде Куча институтов И структур Которые занимаются В том числе И прогнозированием Но потери бывают Такие колоссальные То есть Есть природные явления Которые Мало прогнозируемые Трудно прогнозируемые Или практически Не прогнозируемые Все правильно Юрий Это одно из Самых сложно Прогнозируемых И разрушительных Явлений погоды Связанных С мощной Бурной конвекцией Поясняйте нам Теперь по-русски О чем идет речь Конвекция Многие имеют Электроплиты С функцией Конвекции Не догадывайся об этом В принципе термин Знакомый И физика Этого Явления Такая же То есть Происходит Мощный подъем Вверх Хорошо прогретого Воздуха Причем происходит В моменте Очень быстрый Да С большими скоростями Ветра Поднимаясь вверх Воздух остывает Имеющаяся в нем Влага конденсируется При конденсации Водяного пара Происходит выделение Энергии Это скрытая теплота Парообразования И эта энергия Задействована Как раз на разрушительную силу Торнадо Там же и ураганный ветер Там сильные ливневые дожди Там град Там вертикальные движения Которые сбивают С курса самолет В США Все правильно Это самый подверженный Воздействию торнадо Регион Опять же В силу физико-географических Особенностей Потому что Великие равнины США Занимающие огромную территорию Они расположены Между С юга Их омывает Очень теплый Мексиканский залив С севера Расположена Холодная Канада Со своими Арктическими Вторжениями И при определенных Синаптических ситуациях Когда Происходит Столкновение Канадского воздуха Который проникает На юг А при этом С юга Выносится Влажный воздух С Мексиканского залива То на великих равнинах И происходит Его столкновение Там формируются Как раз Мощные фронтальные системы И формируются Мощнейшие Грозовые облака То есть Там самые сильные Это тропические облака Их верхняя граница Достигает Пробивает даже Тропопаузу тропическую Там 15-16 километров При этом По площади Текучево-дождевые облака Относительно небольшие То есть Их Пространственная площадь Пространственные размеры Там могут Не превышать 10-20-50 километров Но при этом Они на такую же высоту Практически Там на 15-20 километров Развиваются в высоту Там кипит жизнь Кипит конвективная жизнь И вот это Как раз Энергия Скрытая Теплота Парообразования Она Трансформируется Вот эти В комплекс Конвективных Опасных явлений погоды Сильные ливневые дожди Град Ураганный ветер И при определенных Условиях Возникают Вот эти малоразмерные Вертикальные Вихри Которые Называют в Америке Торнадо В России Их называют смерчами В России Смерчи Как правило Возникают В теплое В конце теплого полугодия В начале осени Над Черным морем Вот в районе Магри Сочи Их можно наблюдать Их можно наблюдать Да Вдали от берега Там на расстоянии Километра Нескольких сотен метров Очень редко Они выходят на сушу А вот над морем Представляют Красивое зрелище Но опасное В то же время Один раз я был свидетелем Как этот смерч Вышел таки на берег Это не для слабонервных Это было в Сочи Мы научились это предсказывать Заране Мы хорошо знаем физику Этого явления Да Они прогнозируются Но Прогнозируются С очень большой С небольшой Точнее Заблаговременностью В силу того Что сами вот эти явления Они короткоживущие То есть они возникают Сами вот эти грозовые ячейки Грозовые ячейки Они Продолжить Их средняя продолжительность жизни 40-60 минут То есть она возникла Наделала бед И рассыпалась И поэтому Спрогнозировать Где в каком месте Она возникнет И куда она будет смещаться Это можно сделать После того Как уже начался Процесс его формирования И помогают В этом процессе Радары То есть их Освещенность Территории В радарном плане Должна быть очень хорошая Так вот Смотрите Даже при возможностях Соединенных Штатов Это Самая Наверное Радары Оснащенная страна Судя по всему Да и технически В метеорологическом плане Самая освещенная То есть там Вся территория Перекрыта Радарными наблюдениями Вот со своими Возможностями Со своей научной базой Со своей технической базой Они Ставят себе В большую заслугу То что Им за 15 лет Удалось Увеличить Заблаговременность Прогнозирования Торнадо С 5 минут До 7-10 На это Ушло 15-20 лет Настолько Сложно Прогнозируемое Вот это Быстроживущее Но разрушительное Явление Да География Я в очередной раз Понял Что все зависит От географии От того места Где ты Находишься Проживаешь Смотрите Мы начали с вами С того Как составлялись Первые прогнозы Погоды В древние времена Когда еще Метеорологии Как науки Как таковой Не было В принципе Каждая Примета Она имеет Под собой Физическую основу Но ни одна примета Ни один Ёжик Ни одна ласточка Нам не скажет Какая завтра Будет температура И во сколько Начнется дождь А именно это Нас интересует Хочется завести Ручного ёжика Чтобы он говорил Сколько завтра Нет Может они и знают Но разговорить Их на эту тему Крайне проблематично Пока не удается И вот здесь Как составляются Метеорологические прогнозы Хочется узнать Единственное что Леонид Юр Мы же забыли Вопрос по книге Сейчас зададим Думаешь успеем Просто всего 15 минут Ограничим наших слушателей Просто на ответ В течение 5 минут Тогда да Тогда к прогнозам Прогнозам погоды И вот тут Возникло Ну тоже Метеорологи Уже с развитием Метеорологической науки Стали наблюдать Что В одном месте Было какое-то опасное Явление погоды А через какое-то время Оно пришло в другой район То есть вот Логично предположить Что оно возникло там И потом переместилось сюда И стали Наносить эти явления На карту Но Карты были такие Очень примитивные Непонятные С ограниченными возможностями И тогда родилась идея Все-таки наблюдать погоду По всей территории планеты Так родилась Всемирная Метеорологическая организация Под эгидой которой Все Метеорологические службы Всех стран Вошли в нее И был выработан Определенный регламент То есть была создана Синоптическая сеть Наблюдательная С какого года Это вот середины Прошлого века То есть где-то вот Перед войной Эта сеть начала формироваться Ну была практически Никакая А вот в том виде В котором она существует Сейчас Примерно Она была сформирована В 70-е примерно годы Покрыли Ну В максимально возможной степени Территорию Планетно-наблюдательными Станциями Синоптическими Которые Каждые 3 часа Производят Определенный набор Метеорологических параметров Это и давление Это наблюдение За облачностью Это осадки Это температура Это влажность Ветер Ну и куча других Там температура почвы На самом деле Наблюдается много Но наблюдаются Погода же варится Не только у земли А погода варится Во всей толще тропосферы И соответственно Необходимо было наблюдать Ее во всей толще тропосферы Это реализовали Посредством Аэрологических наблюдений Аэрологических шаров Занды? Да Помимо Я помню их с детства Помимо метеорологических Синоптических Шарик такой летит Станции Есть еще и аэрологические Так вот смотрите Всего на планете Действуют Около 10 тысяч Наземных станций Из этих 10 тысяч Примерно 2 тысячи приходится На территорию России Но понятно Что их Расположение Сильно зависит От территории В густонаселенных районах Их много Был вопрос Сколько их в Москве Более 20 При том что 2 тысячи приходится На территории То есть Москва Самый освещенный В метеорологическом плане Район Самый освещенный Их очень мало За Уралом Их очень мало В Якутии На севере Сибири Там Плотность населения Невелика И соответственно Расстояние От одной станции До другой Может составлять 300 А то и больше А то и больше Километров У Москвы А то Значительно Больше Но есть же Помимо Континентов Которые Относительно Хорошо Освещены Есть же еще Моря Которые Покрывают Значительную Часть планеты Да Есть автоматические Буи Морские Но это все равно Очень Скудный набор Информации А есть еще Полярные шапки Где тоже Практически Ничего нет Таким образом Вот мы как бы Наблюдаем погоду Но мы знаем о ней Очень мало А тут бах А уж тем более Спрогнозировать Накрылось Полярной шапкой Да Это потрясающе На самом деле И вот Сложности Юрий Вот представьте Каждые 3 часа С такого Огромного количества Станций 10 тысяч Приземных Наземных станций Есть морские Станции Есть аэрологические Станции Которых тоже Несколько тысяч Которые зондируют По всей толщи тропосферы И наблюдают Большой набор Метеорологических Параметров Эти данные Надо как-то Хранить Где-то их архивировать И как-то передавать Систематизировать И этими данными Надо научиться Пользоваться Тут появились Карты погоды В принципе Синоптик От греческого слова Синоптикос Обозревающий Вот эти вот Часто показывают Зрителям В прогнозе погоды Карту Да С малопонятными Какими-то Значками Разводами Значками Изолиниями И прочими Вот эти изолинии Рождаются на основе Как раз Вот этих Наблюдений Под эгидой Всемирной Метеорологической Организации Был создан Метеорологический Код Который Как раз Вот этот Большой набор Параметров Он их формировал В сжатом Объеме Самое главное Передавались Эти данные И наносились В определенных Ну Определенными Значками В виде Символов То есть Для метеоролога Вот этот Набор Каких-то Значков И цифр Это как раз Вот Многое Говорит О той погоде Которая В данный Момент Времени В данном Месте Происходит Изолинии Это уже Линии Равного Давления Которые Мы проводим По территории Таким образом Определяем Где находится Циклон Где его Центр Зная Где этот Циклон Находился Три часа Назад И имея Где он Три часа Сейчас Мы понимаем Насколько Он сместился Можем рассчитать Скорость Его движения Зная Его глубину Мы Делаем Вывод О его Эволюции То есть Он углубляется Либо заполняется То есть Насколько Погодные Явления Которые Наблюдаются В нем Они могут Трансформироваться Они могут Ослабеть Либо усилиться И вот так Каждые Три часа И каждые Шесть часов По всем Слоям Тропосферы Вот Это Данные Это начальные Данные Как раз Этот колоссальный Объем Для составления Прогноза Погоды То есть Мы вот Только С вами Пронаблюдали По сути Это как В медицине Прежде чем Лечить Надо взять Анализы Продиагностировать Чем живет Организм Тут в данном Случае Чем живет Атмосфера И вот Этот Колоссальный Объем Данных Он Является Начальными Условиями Для решения Сложной Физико-математической Задачи Составления Прогноза Погоды Но даже В этом Подробнейшем Анализе Могут Возникать Форс-мажоры Я имею ввиду Изменения Которые Происходят В той же Литосфере И мы знаем К чему Это приводит И к тем Последствиям Которые Образуют Те же цунами Страшные вещи А этот фактор Вот как его учесть Это Форс-мажор Юрий Ну Цунами Землетрясения Это Сейсмологическая Тематика Это не метеорологическая Но как влияет Это на погоду Это же просто Потрясающе Вот эти вот Волны Так Мы снова Сейчас возвращаемся Мировой океан Вот то о чем Вы Леонид говорили Моря Океан Мировой океан Мне кажется Это одна из Доминант Которая очень серьезно Влияет на погоду Подожди Тогда мы возвращаемся К смс-сообщению Нашего слушателя Павла Что погода такая штука Что вроде бы ее и предсказал А вроде бы не предсказал Добавляй слово Возможно Потому что действительно Возможно все тогда Как Юр ты говоришь Прервемся 1054 Мы определили важный момент Мониторинга погоды Каким образом он реализован А теперь подходим К прогнозу погоды Что такое прогноз погоды Это научно обоснованное Будущее состояние атмосферы Будущее Кто знает свое будущее Вот вам уже степень Неопределенности Которая заложена Уже априори Вот в это понятие Хочешь насмешить Бога Расскажи ему о своих планах Это я уже где-то слышал Это примерно из той же серии Так Что представляет собой Прогноз погоды В настоящее время И чем он отличается От прогноза погоды Который составлялся Еще 30-40-20 лет назад 20-30-40 лет назад Прогноз погоды Составлялся в основном Синаптическим методом Бралась карта погоды Несколько карт погоды За последовательный срок По всем уровням И оценивались Те погодные системы Которые влияли На погоду В данном регионе Ну для того Чтобы допустим Составить прогноз погоды По Москве Бралась карта погоды Всей Северной Атлантики Европы И до Сибири То есть вот эта огромная территория В принципе была вовлечена В составление прогноза погоды Там могло действовать От 3 до 10 Различных погодных систем Которые сложно взаимодействовали Между собой И в принципе Оказывали влияние Даже на краткосрочный прогноз Прогноз погоды На предстоящие сутки Для того Чтобы составить прогноз На 3 дня Бралась уже вся Бралась все Северное полушарие Оценивалось Настолько Велика В зависимости Для того Чтобы составить прогноз На 5 суток Это уже вообще Вся планета Для того Чтобы только По одной Москве Вот такие Колоссальные объемы данных Все это делалось Синоптическим методом Обозревающее Синоптик обозревал На карте погоды На нескольких Картах погоды А как теперь Времени у нас Очень мало Теперь прогноз погоды Реализован Посредством Сложной Системы Уравнений Дифференциальных Уравнений Со многими Неизвестными Высшая математика Да Которые реализуются По сути Посредством Компьютерной программы Это моделирование Компьютерное Моделирование Атмосферы Все эти Начальные данные Закладываются В сложные Математические модели Поэтому В метеослужбах И действуют Самые мощные Суперкомпьютеры Не надо Смеяться Просто произвести Такое количество Вычислений Может только Суперкомпьютер И эти прогностические Модели С определенным Шагом В пространстве И во времени То есть в определенной В узлах Сетки точек Выдают набор Метеорологических Параметров В цифрах Задача Метеоролога Прогнозиста Интерпретировать Вот эту выходную Продукцию Прогностических Так вот он Где человеческий Фактор Залошен Самая главная Ошибка Прогноза Самая большая Закладывается В начальных данных То есть Планета Не так хорошо Все таки освещена Метеорологическими Наблюдениями Слишком много Белых пятен Белых дырок Я предлагаю Прогноз погоды Заканчивать фразой Но помните Что планета Не так хорошо освещена Поэтому Возможно Где-то пятно Леонид Очень увлекательно У нас осталась Всего лишь минуточка Юр До конца Сядь пропорцию За сто процентов Все прогнозы погоды Не соответствие Какое соотношение Опять же Очень сильно От заблаговременности Зависит Прогноз На ближайший час Сто процентов Прогноз на завтра Прогноз на завтра Уже уменьшается До девяносто восьми Дальше И пропорция пошла По нисходящему По нисходящему Спасибо огромное Леонид Старков Ведущий метеоролог Гейсмитев Был у нас в гостях Первая Но надеюсь Далеко не последняя встреча Тема очень интересная Спасибо